так все у вас стрим должен начаться сейчас спасибо всем еще раз за подержался так тут короче кто-то меня грит за то вердос типа не попрошайка поме типа ну попрошайка короче я тут скажу этому человеку что ну я тут вообще специально все это устроил смотрите сколько бабну аж тысячу рублей почти на присылали ё-моё поднялся на деньги просто успешным человеком стал на мальдивы билет беру успешным конечно в кавычках понятное дело ой блядич короче поехали ребят финал у нас начинается касс против вердоса и и и и и и и и так ну что погнали ребят финальный босс вердос против касса у нас финал турнира сейчас вердос чем там как-то про криво будет играть то я боюсь что блин на улицу выйду короче на меня метеорит какой-нибудь метеорит ненависти короче на меня упадет час вечером озарит небо россии короче как челябинский метеорит только будет взрыв не 500 килотонн в тротиловом эквиваленте как у того а 500 мегатонн и целенаправленно короче вся энергия излучения на меня короче просто придет вот нахер а вот это называется ну нахера лезешь вообще пусть короче ну пусть там кто-то решает и все турнир не мой там все дела вообще в общем такая хрень ребят ну ладно спасибо всем что смотрите спасибо что поддерживаете меня и мой канал вот в общем вердос против касса у нас бьется вообще-то карта у нас получается блэк пинг карта блэк пинг не эксус в готов 2 практически ну шпилон гейтгаз некс кавернет кувердоса пилон один блочи трампу стандартная роба абсолютно как его мне нравится вердос говорит я готовлюсь под оппонента то есть ну не будем говорить про этот билд сколько раз используется ну ладно то есть не хочу реально но вот а то это действительно будет знаете как бы набить как бы ну потому что ну вспоминается как бы из эрго турниру вот этот который там вердос тоже на форуме писала вчера участвовал там и т.д. вот никого не виню никого ничего не хочу это говорить но просто ну вот описал все как было бы раньше но понимаю вердосов то есть он у него правильный задротский подход с другой стороны правильно правильно ну мне бы например к я тренинглся не помешал я бы там покатал ладр покатал бы финал турика просто да как бы и понятное дело как бы все там побухтели лучше конечно в тот же день играть потому что может вот в этот день прет как бы а в следующий не прет но всякое бывает да вот но как проблемы такой не делали бы никак просто ладно хорошко его уже это все мусолить по игре у нас ребят пробуя морфу аптера после мусла плюс 2 гитов 3 гитов в общем вот так вот так 2 гелика риппер указ и здесь еще стоят здесь что происходит у нас чудо происходит здесь улучшение командного центра три сотки на ампер что-то прилетают там даже варить прикиньте потом вердос короче мне позвонит на skype такой скажет бля хайпанули неплохо братан с тебя 50 процентов короче доната вот просто я заранее не говорил что так будет так как тогда бы ну был бы упущен момент как бы естественности в этой актерской игре я такой реп чуть-чуть куда на норм тема поддержал ваш канал на 1000 рублей и сообщает серега спасибо тебе за позицию позиция в наше время иногда без салона дай тебе бог здоровья и процветания каналов на лиллы на самом деле если об этом много говорить то можно в натуре специально подумаешь что это специально как бы сделано было все для ребят поменьше по вам таких вечеров реально ладно зато финал посмотри ребят короче в третий некст вердос уходит все короче будет вопросы по любому будут отвлекаться от игры это стопудово но я по крайней мере картинку стараюсь вам показывать чтобы вы сами видели что происходит цифры снизу есть боевого лимита рабочих увидеть что третий нексус вердоса есть вы видите что касса занял третью цеху увидите что апгрейды указа делать плюс один steam почти готов щиты увердоса колосс заказан на дальность колоссу чаш в твайлайте 63 пробки очень много рабочих повердоса как прилетает вами девака марик и танк танк беседжа но он как бы не стал пытался пилон выбить не выбил и он потери в игре пока что вообще абсолютно минимальный это один марик и 25 минералов на отмене чего-то что это могут эпоха за соточку могла быть отменена там или туретка что там 100 стоит короче вот так две фаржи вердоса бреды выход то есть это переход макро идет ну такая игра которая быстро не пройдет точно доваляется торги кстати обратите внимание вот это вердосица артем у нас такой билд разработал в недавнее время я раньше может быть я мало игры я увидел но я не замечал от этого свеча фениксов я не замечал от этого свеча фениксов и он очень неплохо заходит на средней стадии то есть когда тиран начинает катить убегать там или что-то где-то шатать в определенный момент к опросу нужно именно в лейд перейти стабильно чтобы там рабочие не погибаешь 4 не кто заказать чтобы там уже начать каких-нибудь темпс то выходить и так далее а кстати старгейты в этом плане вот помогает неплохо фениксов очень прикольно заходят они не отпускают тирана медиваки можно ключевых юнитов поднять там что-то пошатать там ну я мало у кого такое видел вообще так чаш есть колосс тренжом блин делается 11 делается у касса тоже продакшн тут не слабый и и и и и и так а то продан барак голову ну что выход от кассика идет transporta 173 164 по дcépressу авиная упрейдеal доделаются через несколько секунд попрошу в следующий раз с модом создателю безmondа согнутом походу этот Кас проходит через Силнагу Вердос видит его позицию сейчас Пытается зайти с тыла Но позиция у Каса, кстати, не такая уж и плохая Здесь получилось, уж Зилки вперед Слишком колоссов ушли, колоссы не жгут Хорошо прям Мариков То есть они только до первых юнитов доставали Зилки упали Но у Вердоса большой лимит И вот эти ребята неплохо стабилизировали Сейчас Имморталы сзади Но, как мне кажется, Касу надо было не бежать так далеко Вот здесь вот начать катить Вот Казилы-то прыгали Первый залп здесь армии, второй здесь А он просто отбежал и здесь позицию занимал в итоге Но это тоже уровень игры То есть тираны, которые могут катить всегда При этом не отставая там в развитии дома Где-то, ну это самые топовые тираны Естественно, как бы Это очень тяжелый контроль Скажете, что я до френа умничаю Да, это Я не умничаю, просто так было бы неплохо делать Как мне кажется Вот это могло бы решить тот бой Исход Контр-атака Грейдэ 1-1 у Вердоса Либераторов укусит очень круто Иммортлы дают бой Дестабилизатор стреляет Падают марик и мародеры, ребята Еле-еле Кас здесь держивается Но приходится Вердосу ступить Почему у него нет сплэша против КСМ А тут увязло все Как бы и не продавить нифига Падает факторочка Ну это разведывательная факта А у Каса-то, между прочим, планетарка На четвертой есть Он тут далеко себя неплохо чувствует Он вообще прекрасно себя по экономике чувствует Он даже лучше, чем просто себя чувствует Так что Вердосу может создаться ложное впечатление Что Кас на трех цехах сидит Не видя вот этой базы И вот если он сейчас как-то криво Хоть один раз нападет То Кас захватит здесь В этой игре лидирующую роль Я скажу вам так А ведь шторма-то нет Опасно так лезть Очень опасно без шторма лезть на такого тирана Дестабилизатор один расстрельнул Все, а больше-то дестабилизаторов нет Зилки зилками Ну, оп, хорошо, еще раз прилетает Вердос очень четко контролит дестабилизатор Он ждет КД И идеально по КД лупит им А КД не такой уж большой Сколько там секунд-то получается у него КД-шечка 14, да? Я и не помню, если честно Ну, 12 почему-то Так, пошла атака Еще раз дестабилизатор не стреляет Темписты долбят Зилки вгрызаются Марик и Мародеров Но они уже достаточно грейжены Сталкеры где-то сзади с иммортами бьются Темписты 4 штуки Уже 150 на 105 Кажется, все-таки хватает Вердос очень сил, чтобы продавить Это ГГ Это 1-0 А у нас буси, между прочим Так Максимально культурен я, пожалуйста Спасибо, там все дела Так, ну что Это только первая карта У нас буси, между прочим Так, ребят, сейчас я вас добавлю Сейчас посмотрю, что у нас бери там было Сергей Витальевич 300 присылает Не парься Ну, слушай, я не могу не париться Многие моменты он там не очень делал Как бы, но То есть этот срач пора прекращать Если наши пацаны будут лучше играть Как бы Будет больше аудитория Будет всем выгодно Ну, будет больше турниров А это все друг от друга будет зависеть А чем меньше срача Тем, как бы Более вероятно Это будет Чем больше срача Тем менее вероятно Это будет Ну, что вот так вот происходить А на обычном турнире Фактически, как Еженедельники Ну, вот Такую хрень разводить Это тоже нафиг не надо На самом деле, ребят Ну, что же Погнали Следующая карта Так 300 Тут денег накидали Короче, ребят Так Вот Так, кончил Сейчас я посчитаю Все, ребят 5000-то соберем Мне, бля Хомуха На празднике Или нет Вторая карта, ребят Поехали Ну, и зато И вы не остались Вечером Без Старкрафта Тоже хорошо Вот Так 10 Так, что Эпп-то работает Так, плюс Опа А вот Да, бля Чего я жму-то Я извиняюсь Чуть-чуть Прибавляю Так Вирдос не видит Это Лонгейт Гас Нексте Бернетка Извиняюсь На продажу Хотя было Поставить У кассов Рокси Барак Врипера Но это Не самый Такой Сверх Агрессивный Барак Вирдос Понимает Что Где-то На карте Эта Хрень Происходит Вот На наши Зомби Напали Барак Барак Почти уже так Все, извиняюсь, ребята Вошел в ритм Подсчета, так сказать Все, башка, значит, работает нормально Более-менее Вот Ну все, теперь, ребят, я Стопудово покачу на велике После, короче, этого турика Надо башку разгрузить Педали покрутить маленько А ночью это очень кайфово делать И сегодня нет дождя, сегодня еще тепло достаточно Насколько я понимаю Так что этот Половину заработка вердосу Так, блин, тогда пед еще увеличивается В два раза, ребята, вы сами понимаете Дело такое Блин Бункер от кассы, ребят Пробивает, он очень сильно напрягает Здесь еще, смотрите, какое здание Ну, касс говорил в интервью Помните, Аверсбрау интервью За что ему отдельное спасибо Я особо не встревал Потому что у него такой план на интервью Свой был, как бы Прикольно получилось Про этот, про необитаемый этот остров Вот, и касса, я что, запомнил, сказал, что Процца его задолбали И он теперь не будет играть в надежного типа Касса не будет играть Как он там сказал, я забыл, как Вот, ну смысл в этом был Он будет чистить, как бы Он будет делать Неожиданные билды И стараться таким образом выиграть Так, циклон приходит Здесь три марика Риппер плюс циклон Иммортал уже готов Лечится адепт Батарейкой можно, кстати, и Нексус было бы пролечить В каком-то плане Здесь могло бы помочь Так, еще одна батарейка построит Циклона Иммортал отогнал Оттеснил, так сказать, от бункера Выпиливаются марики Все нафиг, короче Марики падают Все четыре штуки У Нексуса ХП Остается Тут маловато, мягко говоря Но он живет По рабочему В итоге вердос уже в плюсе А ЦЦ Только-только заказано Только-только заказано То есть, конечно же Процвыезд здесь Невероятный плюс по рабочему Если не будет ничего происходить Но здесь происходит вот что Этот юнит Который может застать И он застанет Я даже более чем уверен Сейчас вердоса врасплох Потому что У него, да, есть это здание Ну, кстати, кстати, кстати Тут как-то вот все надежно А это и есть уровень То есть, получается Вот он строится И точка сбора сюда Я не хочу говорить Вдруг там кто-нибудь Скрин слушает Ну, я уверен, что это нет На самом деле Можно говорить Что-то бандшая Не визная на самом деле Куда вердос поставят Опа Обнаруживает Чисто случайно Вердос Этот Старгейт Здесь есть батарейка И ни одной пробки Не убить Такого я вообще не ожидал Вот что значит Липануть Не подумав Как с вердосом А он потом обидится Так и здесь, короче Не то, что не подумав Лепить просто От души Так, а сервер есть По адептам Каз бомбит Ну, слушайте Тут две банши Это ланшот рабочих Аж ланшот В смысле С одного удара Они убивают Будут убивать Но циклоном сюда Не прийти Здесь есть иммортал Кстати, вердос рискованно Так идет Выбивать Старкорд А ведь сейчас Можно иммортал Баншами просто С циклонами Зажать И подрезать А что циклонами Каз не захотел помочь? Так, ну что Отступает вердос Каз начинает пробок убивать Ваншот Банша по сталкеру Убьет Что происходит? Почему не фокуса? Нет никакого Так, циклоны рядом А паф стоят Можно их на халяву Сейчас всех Отдать! Ревена пытается Увести Каз Уведет 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 Ушел на горку Старпорта Можно сюда залететь Хоть что-то разведать Попытаться Банша сливается Уже Банша минус Циклоны заехали Тут Каз решил Что выгодно Их вот так вот Разменять По-моему Это не очень выгодный Размен Батарейки вылечит Юнитов Только один сталкер Погиб Нектус все-таки За Казом А Мишаня решил Что Да это даже Не наглость Каз умеет Играть макро Он это очень хорошо Делает на самом деле И Мне очень тяжело С ними всегда было С Казом Например Когда А Каз тренился Еще когда я Играл И тренился Тоже Мне очень тяжело С ним было Потому что Например Были у меня Специфические Билды Вот Были специфические Билды Типа Сверх ранний Блинк Пуш Воле Там С Твайлайт Там Три Гейта Я думаю Кто смотрел Как я ФП играю Там Когда еще Тренился Видел Даже этот Билд Он очень прикольный Был Я его сам Придумал Прикол в чем Я много Мейджора ММА Много Кого им выигрывал На официальных Играх Как бы даже Вот Вы понимаете Что такое Билд Это одноразовый Крутой Тиран Увидев его Раз Уже не факт Что второй Раз Его пробреешь Таким А тем более Третий Пятый Но вот Именно Касу Когда я Приходил У него Всегда Больше Юнитов Чем Всегда Черт Убери Приходишь Другие Там Мародер Чек Моряки Бегают Касу Там Три Мародера Можут Бегать Грубо говоря Не помню Я помню Что всегда Прихожу До хрена Не продавить Нифига Черт Падают Камни Третью занял 51-51 По рабочему Увердоса Больше Лимита 107 Он стоит Все Дефит Стабильно Развивается Обсерверами Залетает Контролит Видит Что Старпорт Старпорт Прямо Отсюда Я что Пропустил Или Это Уже Другой Судя По Демеджинам А Это Тот Довернулся Тут Уже Ему Замена Была Создано Как бы Вот Ну В итоге Два Старпорта Указ Суплай Блок Постоянный Указ То есть У него только Депохи Достраивался У него сразу Этот лимит Заполняется Потом Опять Суплай Блок Тут Надо Этот момент Ему Пресечь Как можно Быстрее В этот раз Две Инженерки Вот Уже Армари Должно Быть Сейчас Чтобы 2-2 Закать Оно Уже Доделываться Должно Блин Армари Вообще Нет Зато Мишание Идет Центр И Начинает Газ Артем Добывать На 9 Часах Получается Уже Все 6 Газ Будут Качаться Делаются Призмы Там И т.д. И т.д. И т.д. Так Кто-то Боссу Кто-то Боссу Голосовал Купилит Голосуйте Ребята Вот Не забывайте Канал мой Поддерживать А то Мне еще Вердосу 50% Отдаваться Надо Завесить Так Сикер Миссел Кас Кидает Под минус Броней Часть Юнитов У Вердоса В итоге Находится Но здесь Три Иммортала Это Очень Опасно Есть Два Аколоса Где Второй То Вообще Вот Он Подходит Из Дома Рейндж Есть Да Рейндж Есть И сейчас 1-1 Апгрейды Будут Кас Пытается Здесь Либераторами Занять Позицию За Дефиться Но На Два Либератора Не знаю Хватит Ли Сил У Вердоса Лезть Здесь Еще Точно Будет Сикер Минус Броней Может Имеет Смысл Туда Пойти Но Вердос Рядом Здесь Патрулирует У него Блинк Есть Между Прочем Тоже Как И Чаш Заказал Вторую Атаку 165 151 Лимит Большой У Кас Надо Лезть Я Не Уверен Сикер Пошел Не По сталкерам Попал Но По Многу По множеству Юнитов Этот Сикер Зашел Вердос Давит Кас Сплетанулся Колоссы Падут Слушайте Отбиваются Кас Я это вижу Но Имморталы Очень сильно По мародерам Накидывают Мародеры Кончают Сейчас С даварпом Вердос Продолжает давить Викингов Тех Запкусил Колосс В итоге Живет Вот сейчас Только колоссы Могут Попуснуть Кас Может Бля Уже Я Заслюнявился Короче Вот Колоссов Вкуснул Но Здесь Дестабилизатор Есть 100 на 87 На грани Вообще Равный Размен Практически Идет На грани Здесь И Вердос Все таки Побеждает Почему Потому что Ну хоть По юнитам У него и мало Но он Шатает Экономику Кас Он убивает Рабочих Дестабилизатор Есть Кас Боится На него Ломиться Конечно Боится За один удар Можно там Три мародера Четыре Потерять Так Агрессивный Блинт Наверх Зилки За мародерами Прыгивают Сталки Ребивают ГГ Кас Пишут Верди 2.0 У Верди Армия Сильная В 2018 Может Да А вспомните Как раньше У кого Юниты Сильные Все меняет Все течет Все меняется Как говорится Вспоминается Рэпчик Этот Юг Диубит 50-60 Чисто За кассы Да все Хорош Да Срач Финалу Быть Сказали Мы все вместе Как бы Вам тоже Спасибо И Ну Я видел Кто там Поддерживал Типа Вердоса Думал Сука Пидарки Конечно Ну Не понимаете О чем Что ли Я говорю Типа Ну Не Конечно Я так Не думал Думаю Ну понятно Что тяжело Просто словами Донести Как бы Всегда Верная Информация А то Подумают Ну Как Вердос Что Не То А я Не Хотел Никого Там Ну То есть Не Гнобить Не Срач Устраивать Просто Хотелось Хотелось Матча Как И все Вот Я Всех Понимаю Кто там Ну Защищал И т.д Как То есть Просто Нужно Понимать Что Комьюнити У нас Небольшое В Старкрафте Сейчас Вот Но Последнее Время Обратите внимание На Лане Вот В Москве 70 человек На Турниры Регет Сколько То есть Люди Играют Оказывается Где-то В эту Игру Как бы Вот И это Нужно Пользоваться Этим Нужно Этих Людей Как бы Заинтересовать Объединить По возможности Чем меньше Будет Срач Чем Дружнее Будет Комьюнити Тем Вероятность Этого Больше Потому что Турики Начали От Разных Там Людей Как бы Комментаторов Стримеров И так далее Просто Кто-то Даже Фреш Тот же Спасим Упили Там Ренегат Кап Которые Я не могу Постримить Там Вот Еще Дофига Все Происходит И Нужно Как бы Вот Куда Нужно Внимание Обратите На всю Эту Шляпу Левую Короче Вот Так Вот Я Думаю Здесь В этом Поехали Третья Карта Ребят Немножечко Отступление Я как Предвыборную Речь Толкаю Слушайте Тяжелые Будни Утомляют Короче Писался В финал Получил Отпор Но Стал Сильнее И Я буду Сильнее Для вас Ребята Вместе Победим Единый Гуд Гейм Единый Старкрафт Поднимем Старкрафт С колен Трамп Наш Президент Ладно Ребят Короче Поддержите Мой канал По возможности Перельну Рекламу Сейчас Раз уж Я здесь Остался Вечером То Поджижоз Буду Говорить Как Не Крутите Потому Что Ну Я Вообще Хотел Отдохнуть Давно Да Значит Все Окей Но Я Буду Объяснять Так Ребят Третья Карта Вердос Против Касс Бо 7 Во-первых Во-вторых 2-0 Вердос Ведет Вот Ну Что Это у нас Получается Газ Барак Рипер В ЦЦ Шичку Факторку Видимо У Касс У Вердос Пилон Гейт Кибернад Кстати Противориперная Стенка Может Получиться Сюда Еще Здание Пильнуть И Отсюда Не запрыгнуть Будет Только Отсюда Получается Здесь Сильный Помощь Сильный Старкрафт Сильный Помощь Сильный Срач Пока Что Блайн Амориалску Отдыхает С женой Видимо Там Я не знаю Но он Сказал Что Шестого Числа Будет Поэтому Турик Свой Я на Шестое И поставил Соответственно Вот Так Турики играть надо вам, как бы, а нам смотреть, мне комментировать. Вот и все, как бы, тут что нужно понимать. Чем больше, тем лучше. Короче. Факт. Так, гадится цеха готова, указ. Ага, гелище, старпорт. А, это любимое последнее время дроб гелика под касса вообще. Так, полукупевший слился с навальным в предвыборном экстазе. Это посерьезнее твоих историй про школьницу и про говно даже я тебе скажу. Но тут без меня, короче. Вот. Так, дробуют цехелики, жгет касс пробочек. Шесть уже минус, сушьте, но это не конец. Семь, восемь, ну, на восьми тормознёт. Касс, ну, медивак выжил. По рабочим вердос чуть в плюсе. Вот как раз мы в интервью вердос говорил, и когда мы обсуждали, вот, третий Нексус, когда есть по вот такому билду, то тогда будет, значит, проще просто восстановиться. А в данном случае он есть. Так, Старпорт пошёл там с краешка. А, Старпорт возвращается, здесь факта, танки делаются. То есть выход какой-то у кассы, видимо, будет. Либератор на мэйне очутился. Начинает бомбить касс пробок. Ой, как больно. Здесь вердос не уводит. Зря он пробок не уводит. Сейчас ещё и сталкер один точно погибнет, потому что Либератор очень больно бомбит. А помните, когда Либератора с двух ударов сталкера убивали? Это настолько разница жёсткая. Если бы туда два зашли сталкера, то были бы, сдохли бы и пробки, и сталкеры, и ещё бдовар в сталкере. Потому что он пил, пил, когда там по очереди шли, он просто принимал всё, как бы. Вот. Теперь вот так он. 41.39 по рабочим, ребята. Так, ну что же, две цехи у нас тут получается. 48.45 по рабочим, так, погодите-ка, я чё-то не понял, тут сам вердос или в атаку пошёл? Похоже, что да. Поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Сильный, щедрый, справедливый, мудрый, верный и красивый. Он такой невероятный, чуткий, добрый и опрятный. Мне его, чтобы описать, нужно много слов сказать. Объективный, милый, статный. Эрудит невероятный, смелый, трогательный, честный. С точкой зрения интересной. Блайна. То есть, это что, про Блая что ли было, не понял? Вроде я тебя на Лане в Москве увидел, как бы ты похож на... На кого и должен быть похож на мужика, а не на жену Блая. Вообще, о чём речь я уже как... Я запутывался, ребята. Вот, ну за подержу спасибо. Так, два танка Био, короче. Три медивака. Био достаточно много здесь. Полетел дроп куда-то там. Отказ овердос. Спалят? Нет, не спалил дроп. Вот. Вот, и вот, илнетч проспался, поздравляю тебя. 120, 115 по лимиту. Так, атака есть. Я тут не понимаю, какая выход будет, отказ куда-то идти. То есть сейчас дроп дропом, но... Здесь вердос-то ждёт, у него всё прикрыто. У него чаша получается есть. Вердос прочувствовал, как будто, что касс... А, он видит треть СЦЦХи. А, всё, он понял. Сталкером 10 СЦХи нет, там СЦХи нет. В итоге, короче, получается, что... Это агрессия! Три медивака на халяву! Три медивака без лечения, пацаны, с двумя... Ё-моё, остались. Это же жесть. Всё. Все юниты без лечения. В тыл прилетает призма. Здесь две минки практически вправе. Минки контрят. Призму минус 4 зилка. Вот это очень плохо для вердоса. Это может вообще игру решить всю. Потому что выход уже пришёл. А лимита бы у окаса больше. Если бы сейчас призма разложилась мимо минок, там очень много бы урона. Зилы-то на мейне несли. С разных сторон вердос прыгает вперёд. Но минки бомбят сверху очень неслабо. Танки падают. Остаётся здесь только био, получается. Два иммортал сталкера. Есть ещё на гвардиан шилд энергия. Пока ничего не врубается. Вот гвардиан врублен. Это немножечко подрешало. Фокус медиваков пошёл. Мародёров вердос прогоняет. Всё прогоняет. Вот смотрю, вроде, да, как бы. Вроде вердос разваливался. Но вот у него сейчас такой уровень уже, что он в процессе боя понимает, может он продолжать бой или нет. И если может, он видит, он начинает контролить. Как вот он сейчас на блинке начал контролить сталкеров потом. А не бежать назад куда-то там в панике там и т.д. Вот. И это очень прикольно было с его стороны. Сейчас ГГК спишет. Приуныл пуш, что двухбазовая, а там три Нексуса. Так, спасибо, Ускулся. Ещё раз. Так, Нанвайт идёт. Так, а у меня стрим-то не переименован. Ну что, четвёртая карта. Всё может кончиться прямо здесь и сейчас. Бля, хорош на оленей там охотятся. Стрим переимену я. Ну что, зато он у нас карта, ребят. Так, с рекламой ещё раз перельну. Ну, последний, наверное, на сегодня. Не забывайте про адлоги, подписываться на премию, поддерживать меня и мой канал. У вас последний шанс есть, короче, в апреле это сделать. Потому что данная игра может быть уже последней, на самом деле. Ну и всё, соответственно. А Артур вообще отказался играть против Кулси Протсов. Не победить, говорит. Вот, ну то есть это ещё момент срача небольшой, но тут произошёл. Ну да ладно. Адептик бустит. Свердус. Так, счёт-то я не проставил чё-то. Так, гейтробу у нас. Опа. Это минус репер, ребят. Очень неудачный касс подлетел. Два удара славил. Сейчас и третий пройдёт. Пытался за кустами переманеврировать этого адепта, но ничего не вышло. Это очень плохое начало, на самом деле. Так, чё там случилось такое? Пристройка завершена. Кому навешать? Так, не надо там хохлосрач устраивать. Только, пожалуйста. Как бы он всегда будет актуален. Но нафиг надо. Там даже хеллрейд что-то там обижался на меня. Хотя, это тоже чисто моё мнение. Как его вот и всё. Поменьше, наверное, об этом на стримах. Но бывает, не получается. Так, с 3-0 вердос ведёт. Абсолютно такой же билл. Пилон Гейтгас Нексик с Кибернетка в Робо. Плюс два гейта. Третий Нексус. То есть, может в Твайлайт быть переход. Может в Робо Бэй. Ну, вообще, конечно, с Робо Бэя на Твайлайт обычно. У Касса пораньше третья ЦЦеха там делается. У Касса плюс бараки добавляются. Старфорд прилетел. Сейчас реактор под него будет. Алчу поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Наш любимый помидор минус это просто чудо-овощь. Нам известен с давних пор, прибавляет всем здоровье. Он растёт в полях на грядках красный-красный, кисло-сладкий. Мы зимой по ним тоскуем, ну а осенью смакуем. Консервируем и солим, чтобы после кушать в волю. Спасибо, Уску. Кстати, ребят, на правах, конечно же, рекламе. 13 мая приходите, короче, в Баркрафт на турнир по ремастеру до первому Старику. Будет весело, стопудово. Вот, это будет в Москве. 12 мая я буду в Кубинке. Возможно, я вообще, короче, с 9 по 12 мая буду в Кубинке. Я там даже хостел уже забил. Прям там на месте буду в авиацию снимать, отдыхать, не знаю. Может быть, если что-то будет с 9 по 12 важное по турнирам, я не поеду, конечно, в это время. Поеду уже ближе к 12. Это все решим на ходу, соответственно, мы. Вот, ну разберемся. Алчул поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, любят дети сок томатный, кисло-сладкий и приятный. В первых блюдах и в салатах мы используем томаты. Мир реально по-беднее. Если б помидор не ел, наш бы стол скуднее стал, если б помидор не знал. Вот поэтому томаты людям дороги, ребята. Так. Томаты, да. Ну, вообще, урок географии хотел врубить, а сейчас, но понял, что сам. Сам очень хреново помню, что я как. Короче, есть общепризнанные центры оккультуривания растений. Вот, мировые. То есть, именно когда, где что жрать стали, где что росло изначально. Так вот, как вы знаете, помидоры-то с картофаном кто-то в Россию привез. Петруха, братуха. Ну, это вообще они из одного из южноамериканских. А там, что я смотрел, там, по-моему, в Южноамерике два аж было центра, как бы, оккультуривания. Как-то там они называются. Грану, то есть, по-моему, может, даже не центра оккультуривания, а типа чего-то там такого. Вот, их было два там. И картофаны, помидоры, все вот оттуда. Там все самое топовое реально, что сейчас кушается. Находилось. Вот, средиземноморский, помню, был. По-моему, перланский там какой-то один называл. Там южноамериканский. Еще какой-то. А всего их не буду врать, то ли семь, то ли девять. Как-то так. Короче, кому интересно, почитайте. Я сам почитаю. Понял, что надо хотя бы посмотреть, сколько их там было, короче, вообще. 105, 125. У Вирдоса прям идеально в тайминг. Фатонки под дроб подлетели вообще. Олдскул, ты, кажется, мужика сломал. Он больше не хочет твои стихи читать, вообще. Сейчас вручную тыкнусь. Ну, в этот раз как-то у кассы прям экономика крутая такая. Я здесь, среди теней. Месторождение минералов истыщено. Перепортация завершена. Не, даже вручную сюда больше не хочет говорить. Так, ну ясно я мое. Ой, бляха, муха, вы жгете-то, короче. Ну что, Вирдоса вторая фажа. 2-1 грейды делают. Сейчас 2-2 будет. 4-й некст, 72 пробки. У кассы аж 75 сейчас, короче, либераторов. 75 рабочих либераторов, уже викинги и т.д. вообще. Так. Где ты там, говоришь? В Центральной Америке, Мексика? Ну там вот очень много было центров, как бы вот этих. Точнее, очень там такие прям оттуда. Это получается, что это, видимо, не только с тем, что росло связано. Ну, судя по логике. А с тем, что там были вот эти цивилизации древние. Там Ацтеки, Майя, все вот эти как бы инки. Получается. И они оккультуривали. Так. 8 бараков, 2 Старпорта у касса. Факта, кстати, что? Факта, не работает она так. Стоит просто. Третья атака заказа. Надо лезть-то вообще как. Хотя гасты есть, можно и полезть. В принципе, тут микс-то такой опасный. Викинга-гасты. Викингов очень-очень прям много. Ребят, все, я по игре не кометил, почти угорал. Тут с вами сидел. Но после таких обстоятельств, как у нас сегодня были, тут вообще хорошо, что я тыкаю и прям в игре сижу. Вот. Пошел Стим. Дает бой касс. Где ЕМП-то? Пчу сразу не накинуты были. Ведь сразу же поляк не пришлось бы Марик и Мародером снимать. Викинги колоссов шатают. Колоссы падают все. Посадить бы на землю уже, может быть. А то и Моркл слишком больно как-то дамажит. Вот сзади есть Темпест. С Темпестом викинги тоже разберутся. Бой идет практически равный. В итоге получился размен. Остались при своих. Касс частью юнитов улетает. Вердос еще одного викинга точно не отпустит. Остальные уйдут. 2-2 агрейды. Дальность... А, кстати, с дальностью фениксов Вердос прямо, оказывается, играет. Да. С дальностью фениксов. Тут штормы. Плюс 3-3 сейчас будет заказ. Указывается 3-3 вторая атака. Ну, прям макро игра вообще. Задержка есть. И она составляет 90 секунд. Не стало, а 2 минуты ставить. 90 хватит, я думаю. Вот. Спасибо всем еще раз за поддержку. Эта игра может быть последней. Так что, поддерживайте. Уникальный шанс стать успешным человеком на первомайских праздниках. Вы сами знаете правила. Кто поддержал, пришел к успеху. Алчул поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Огородный помидор минус как дорожный светофор. Если зелен он на грядке, мимо топайте, ребятки. Станет желтым. Подождите. Вы пока его не ровите. Покраснеет. Не зевайте. Стойте. Дальше не шагайте. Выключайте светофор. Ешьте сладкий помидор. У скула экзамен по гугленню походу в каком-то. Так, тут тремя медиваками Мишаня пытается зашатать. Ничего не получается у него. Вот. Ну, улетел назад. 200 в 200 фактически. Сейчас движуха продолжается. Марику не повезло первому. Прикинься, три медивака, а ты в нем марик, короче. А там два зилота стоят-то сверху. Видишь, тебя говорят? Давай-ка, братан. Надо разбайтись пацанов там снизу. Ну ты, ну окей, ладно. 163-148. Вердос пришел. Что-то просто не предвещало беды. Газ вообще весь разваливается. 127-167. Есть ли призма? Призмы нет. Да, варпы там домой идут. Ну, здесь уже такой микс с темпистами, с каким-то дичью. Где этот рейвен был до этого? ЯХЗ, видимо, он только строился. Где прирост касса, тоже ЯХЗ. Улетели медиваки назад. Надо брать сюда, что-то скапливать и биться. Вот это направление не прикрыто вообще никими планетарками, ничем вообще. Так, ну что, пошла атака от Вердоса. У касса прирост подкопился. Смотрите, и не пробить так просто вообще. Задержка, задержка. О, Скул, ты чё? Я же говорю, в прошлый раз мужик сломался даже. В этот раз работает. Так, ну что, биулечится 174-190. Гасты, две штуки. Мало гастов. Сейчас три ещё, правда, будет у кассы. Надо обязательно штормы законтрить. Ну, шторм вообще мимо летит. Пошёл за мест. Викинга, Ревена, Сикеры пошли поздно. Сикеры-то сразу бы кинул бы вообще. Хорошо бы было. Минус бронёй бы здесь всё развалилось. Минус Архон под минус бронёй. Неплохо, оказывается, и дерётся. Надо отступить немножко назад. Каскать это ступает. Вердос продолжает давить. Где же Призма? Нет, Призма всё из дома проходит вообще. Вряд ли выйдет интервью после матча. Не, ну я Вердоса могу позвать. Просто если касса проиграть, не знаю, будет ли у него желание там интервью-пудавать. Попробую. Просто же время позднее. Додавил касс, ребят, ГГ пишет. Вердос, простите, додавил. Касс пишет ГГ. Вот. Так, короче. Попробую. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok все здорово мне понравилось что думаешь вообще лучше с процессами стало последнее время от чего ничего же не изменилось по-моему ни у кого лучше не стало и у меня в принципе не исключение то есть пахчу что-то делаю какой-то рендом аркаду катаю все время но проблема не в том что играют вот как варди то есть он зовут все игры сегодня в прошлом тур и так дальше он считаю вот вар призмой полетал только на истек и он играет более так пассивно и более от себя от макро на 90 где-то 5 может даже чуть чуть меньше процентов тосов играет такие как бы билды и аркады обузы и все что просто ты все не можешь законтрите ты приходишься зажиматься получается я пробовал сегодня более раскованно играть против ордентика подстроиться постельно так и не получилось но все эти беллы что игра и так дальше они просто не работают хорошо я не знаю что с этим делать вот сразу как варди говорит переходить масс рейвенов в лайт но как бы ты не можешь потому что там миллион тайминг у которой ты умираешь от всяких аркадных рандомных пуши что про то захочет просто пойти вот как на блэк пинке он просто захотел пошел так дальше а сидеть просто вот сидите масится но ты не можешь потому что ты макро проигрываешь что по механике просто он начинает с трех баз а ты только выходишь на третью и когда ты захочешь с этого момента перейти в масс рейвенов но у тебя банально этого не получится потому что ну тебя волнами будут как вот зерк давить и еще и параллельно он будет макрица везде фотонки батарейки так дальше все же проезжал не один раз и мне не получается может просто скорости пока не хватает может где-то билды еще подкорректировать но пока что я не могу выигрывать в этом матча хорошо только за счет какой-то аркады риска за счет того что я где-то играю не стандарт и может что-то получаться в других моментах просто никак суши ну-ка такой вопрос у меня возникает как очень много три еще сейчас вообще какие планы то ну три не смогу да но полу принципе пока что никаких нет но вот обещают уже blizzard патч скоро чтобы в за этого по потянули посмотрим что там дальше будет может как-то более играбельно то что сейчас желание просто отпадает после каждого твп я не говорю что все протасы как бы плохие терраны терпли только за счет дисбаланса и так дальше но где-то 80 процентов тосов сейчас это просто такие как бы раки за счет обуза вытягивает и маммари игры что ну просто грустно становится я конечно же не говорю что вот в эрде холрейзере все наши как бы патч тос и так дальше они сейчас подняли такую уровень что по моему как раз для них этот патч который должен ослабить немного тосов или осилий терранов должен быть на руку потому что они скажем так со всей вот этих тосов будут хоть немножко отличаться и хоть немножко как бы показывать себя такое вот пока что не сильно замотивирован вот чисто из-за твп я просто не могу ясно все понял слушайте но приходите 6 играть там он турик я запилил тоже я не знаю кто там будет но призову это точно увеличится и ну как бы сейчас вот начали что-то люди турики делать я что хотел у тебя вот не спросить планируем мы с элёхой там осенью вот например ну пока непонятно что получится но мы чего-нибудь то получится подобный ван москве провести что ну как бы вам ехать неудобно я так понимаю сейчас то есть как бы что нужно там призовой больше собрать или может какие-то отборочные привести чтобы там дорогу оплатить кому-то с украины мы просто думали как сделать когда я понимаю тянул хочется конечно на все вот такие снг мероприятия ездить потому что это и весело и здорово и полезно все эти ланы пообсуждать и потусить и повеселиться в компании где люди тем же занимается что и ты это всегда очень здорово хотелось приехать на 1 но да то есть мне вот 20 часов на поезде ехать в москву 20 23 если не ошибаюсь это очень много и после этого как бы не то что играть там даже дня отдыха редко хватает нет желания как бы даже вот так себя мучить чтобы как бы по-другому самолетом не все равно там нужно добираться там до киева по восемь часов с пересадками со всем этим мне сложно димаги тоже димаги наверное еще сложнее среди других но вот хеллрейзер но ему тоже не просто плаю тоже не просто не знаю разве что как-то нам знаешь так собраться всеми где-то вот поехать не знаю как это должна быть я не думаю что даже в деньгах дело больше дело именно в том что не хочет никто мучиться и проходить через все это то есть тоже от человека зависит понимают сам ездил поезда это жесть вообще все это ну ясно спасибо ребят что подогнали что не буду вас поддержать время позднее самому надо спасибо короче за участие в турики да тебе спасибо за турик ну это не мне это аверсу а ну тогда и спасибо да ну все всем пока да все увидимся услышимся спасибо вам ну все ребят короче про лан понятно в общем что могу сказать завершение короче всего турнира этого сейчас финал отдельно во первых я выложу на ютубчик получать дайте я же выкладываю а тот уже видимо залился обрабатывать скачу финал я сейчас выложу в общем что про лан будем думать но это еще осенние перспективы про это просто хотелось бы ну понятно у нас только как бы получается я с канала собираю поджижост но я думаю что за два месяца можно нормальную призовой собрать будет да как бы какой-то там хотелось бы чтоб он побольше был чем прошлые как бы турниры то есть получается организация нам это встает там где-то сколько там ну тысяч пятьдесят шестьдесят как бы и плюс как бы призовой но будем думать хотелось бы чтоб да какой-то такой как бы получился турнир чтобы пацаны тоже приехали из украины в ант белгороде можно его владивостоке как бы всем удовольствием далеко короче будет сначала но в поезде проедем все вместе короче недельку выйдем бомжами оттуда как бы ну и все норм короче вот ладно ребят все вам тоже спасибо извините за срач что произошел тут моя вина тоже как бы на самом деле было очевидно да но все отыграли все хорошо короче что хорошо кончается как говорится вот ну и чё всем пока увидимся смотрите смотрите финал короче в записи кто будет кто не видел точнее в записи всем привет тоже все завтра завтра в общем завтра что у нас так завтра алима лига то есть я знаю может по рестримлю ее как бы не знаю вообще вечером и днем я хочу отдохнуть может быть завтра я вообще ничего не буду встретить посмотрите там сверх важного ничего нет тогда может быть завтра так только и вп днем поиграю все если что там будет интересно то застримлю кое все всем пока увидимся в любом случае ближайшие дни